МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала КамАЗа догнал, потом начал билять, понесло его. Покажем, как полицейские раскрыли казино. В ходе проведенных оперативниками мероприятие незаконная горная деятельность ликвидирована. И старт судебного процесса над предполагаемым поджигателем домов с людьми внутри. Он дверь подпер, мы со своими силами попором в финале открыли. Это и не только. Прямо сейчас. 68-летняя пенсионерка погибла под колесами вахтового автобуса в Нижнекамске. Трагедия произошла на улице Вокзальной. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А водитель автобуса не смог остановить многотонную машину. Нафиса Минязова продолжит. Момент трагедии был зафиксирован видеорегистратором машины, едущей следом за автобусом. Видно, что водитель жмет на тормоз прямо перед переходом. Хоть скорость была и небольшая, но многотонная машина по инерции движется дальше. А нарезке что-ли выскочила дорогу? Резке, резке, да. Автобус протащил ее около 7 метров, потом она рухнула на асфальт. Судя по всему, женщина ударилась головой, лобовое стекло покрыто трещинами. В результате полученных травм 68-летняя пенсионерка скончалась на месте. По предварительным данным, водитель автобуса Нефас, 1955 года рождения, совершил наезд на пешехода женщина, 1952 года рождения, которая переходила проезжая часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате данного транспроисшествия пешеход скончался на месте происшествия. После завершения проверки по факту смертельного наезда, вероятно, будет возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить степень вины и пенсионерки, и водителя, а суду определить наказание. На все, меня зовут Александр Халин, Евгений Лызаев, Вызов 112. А в Казани экипаж ДПС на улице Марселя Слемжанова сбил 71-летнюю женщину. По предварительным данным, в момент наезда на перекрестке работал светофор. Но был и регулировщик, который запрещал движение пешеходов. Пенсионерка стала переходить дорогу, несмотря на запрещающие сигналы автоинспектора. Патрульный автомобиль, согласно данным ГИБДД, двигался с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. Водитель служебной машины в таких обстоятельствах избежать наезда не смог. Пострадавшую с ушибами госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Один человек пострадал сегодня утром в результате крупной аварии на трассе М7 рядом с Мензелинском. Там столкнулись два большегруза и три легковушки. В результате происшествия движение по трассе было полностью парализовано в обе стороны, что стало причиной большого затора. С места происшествия Юлия Гоглева. Я тоже водитель, стою в очереди, жду. Ждать водителям пришлось долго, ехать было просто некуда. Федеральная трасса была полностью перекрыта фурой. Люди к месту аварии шли пешком в надежде узнать, что случилось и когда возобновится движение. Со слов водителя МАЗа, КАМАЗ начал тормозить. Он начал тоже тормозить, его понесло. Сначала КАМАЗа догнал. Потом начал, понесло его. Автоинспекторы тоже пришли к выводу, что в аварии, вероятно, виноват водитель МАЗа. Он должен был соблюдать безопасную скорость и держать дистанцию, чего, вероятно, не сделал и врезался сзади в попутный КАМАЗ, который стал притормаживать. После этого удара грузовик вылетел на встречную полосу прямо на едущей легковушке. Лада Калина чуть-чуть вышла, машину задела как-то, а Калина куда, в отбойник ушел. Больше всех досталось Ладе Калина и Рено. Первая вряд ли подлежит восстановлению. Водителя этой легковушки 24-летнего молодого человека с подозрением на множественные переломы и сотрясение головного мозга госпитализировали. У Рено искорежена вся левая сторона. Возможно, что и восстановление этой иномарки будет экономически невыгодно. А ремонт Лады Веста должна покрыть страховка виновника аварии. Юлия Гоглева, Эльша Таюпов и Рамиль Закиев. Вызов 112. Хонда Цивик и Volkswagen Passat не поделили перекресток улиц Восстания и Декабристов. По словам очевидцев, когда немецкая иномарка была на пересечении проезжих частей для машин, едущих по Декабристов, горел красный. Удар Хонда пришелся в правую переднюю дверь. После столкновения автомобиль отбросило на полосу встречного движения. Люди в аварии не пострадали. Никто из водителей не спешил признавать свою вину. И теперь автоинспекторам предстоит установить, проехал ли водитель Volkswagen на красный свет, или же заканчивал маневр, и Хонда должна была его пропустить. 16-летняя девушка, пассажир такси, пострадала из-за того, что водитель впереди идущей машины решил развернуться в неположенном месте. К тому же сделал он это, как установили сотрудники ГИБДД, не из крайнего левого ряда, а из правого. Во время маневра просто перегородив дорогу другим машинам. Слават Мухмадуллин продолжит. В аварии пострадала 16-летняя девушка, пассажирка Ниссан Альмера. Она пожаловалась на боли в голове. Пассажирку такси госпитализировали с сотрясением головного мозга. Ну вот товарищ, который теперь ехал, он как бы чуть правее взял машину и сразу начал разворачиваться. Здесь двойная сплошная. Вот. Я не успел стормозить. В итоге водитель-таксист протаранил «Шевроле» в очете в левый бок, а затем их отбросило на полосу встречного движения. Благо там не было других машин. А тот водитель как признал бегу? Ну да. А здесь как не признал? Здесь двойная сплошная. Он отворачивался. Помимо ответственности за ДТП, водителю «Шевроле» вероятно грозит и штраф за пересечение двойной сплошной линии. Салават Мухумадуллин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Работу подпольного казино пресекли сотрудники управления экономической безопасности в Нижнекамске. Располагалось оно в нежилом помещении и пользовалось большой популярностью. Чтобы доказать получение прибыли от нелегального бизнеса, оперативники сделали контрольную закупку и фиксировали все на скрытую камеру. С места происшествия сотрудники подразделения экономической безопасности изъяли 33 комплекта оборудования, монитор, системные блоки, пластиковые карточки, сотовый телефон, денежные средства из кассы оператора-кассира на общую сумму порядка 70 тысяч рублей, также флеш-карты. В Верховном суде Татарстана начали рассматривать дело в отношении мужчины, обвиняемого в поджогах домов с людьми внутри. При этом, как установили следователи, он блокировал входные двери, чтобы выйти из горячих строений никто не смог. И если в первом случае, согласно уголовному делу, причиной стала внезапная неприязнь после ссоры в пьяном состоянии, то во втором, наоборот, любовь. Айрат Назипов из зала суда. В суде 31-летний Марат Гараев то и дело пытался оправдаться. Он умолял потерпевших о прощении и пытался убедить всех в своей невиновности. Были те, кто его простил, несмотря ни на что. Но не все. Этот мужчина чудом выжил 21 мая минувшего года. Он гостил у своего знакомого в селе Абдрахманово. Это в Альмитском районе. Там же был и Марат Гараев. Они выпивали, и, как часто бывает, в нетрезвом виде подсудимые хозяин дома поссорились. Потерпевший к тому времени уже ушел спать. Проснулся от жара. Дом уже вовсю полыхал открытым пламенем. Он выпрыгнул в окно, а хозяин побежал в другую сторону. Возможно, что к дверей. Я тебя и видела, дорогой. Чем? Это... Я подошел к нему, сказал, ты же поджег. Он на меня посмотрел, ну и что? Это когда было? Вот, после пожара где-то 3-4 прошло. Точно возле магазина? Не будет. Не знаю. Останки человека потом обнаружили на пепелище. Опознать в них родственника не смогла даже его сестра. Личность погибшего установили только после ДНК-экспертизы. Впрочем, женщина подозреваемого простила. Ну, он был тихим, спокойным, небуинным. Ну, выпивал уж. Он про одного друга ничего не рассказывал. Ну, как друга? Они вроде бы тоже недавно, вроде бы, недавно так. И недруг вроде бы как бы с улицы зашел. Дознаватели установили, что это был поджог. А следователи нашли доказательства причастности к этому Марата Гараева. Но до этого, как он сам позже признался, поджег еще один дом. Спустя две недели после первого пожара и в том же селе. Там жили три женщины. И он был уверен, что 5 июня у них гостила его знакомая, с чего расположение он хотел добиться. Подруга свою требовала. Сказали, что ее нету. Он ушел. Потом обратно пришел и поджег. Но мы вовремя успели выйти и потушить пожарных вызвали. Вы через окно вышли, что ли? Нет. Он дверь подпер. Мы со своими силами попаром в финале открыли. Пришел дыр. Пришел дыр, как у меня попытка, да, но нами не отрицают. Но на их глазах возгорания вообще не было. Если бы не до него случилось, то я бы сам по попытку тушения переклинил. А в втором случае, я бы меня вообще с ним переклинил. Я не соображал, что я там, твою в тот момент. Ну, то есть, хотел нас очень-очень девушку дариться. После сдержания Марату Гараеву предъявили обвинение по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», а также умышленное уничтожение или порождение чужого имущества. Свою вину мужчина признал лишь по последней статье. Лишь двое из пяти потерпевших подали гражданские иски. В первом случае ущерб оценили в полтора миллиона рублей, во втором на 40 тысяч. Впрочем, конечную сумму, как и наказание для подсудимого, определит уже суд в день приговора. А пока планируется опросить свидетелей и исследовать доказательства. Айрат Назипов, Найля Абдулин, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Продолжение следует...